Некоторые главы районов никак не могут понять, что они давно уже не удельные князья, которым даны повладение тысячи гектаров земли и десятки тысяч крестьянских душ. И где они могут творить что угодно, не оглядываясь на законы. Они всего лишь обслуживающий персонал, который должен соответствовать растущим потребностям населения. Пожалуй, главной задачей любого руководителя района сегодня становится не только поддержание чистоты и порядка на соответствующей территории, но и создание условий для активных, предприимчивых людей, которые хотят заниматься личным делом. Именно об этом говорил на этой неделе президент Татарстана на итоговой совместной коллегии Министерства экономики и Министерства промышленности и торговли Татарстана, посвященной, кстати, повышению производительности труда. Какие же районы вошли в черный список президента? В Атнинском, Алькеевском, Апастовском, Бугульминском, Буинском, Верхнеуслонском, Кайбицком, Муслюмовском, Тукаевском, Черемшанском районах нет ни одной промышленной площадки. Главы этих районов должны скорее понять, что в карете прошлого далеко не уедешь, и у них остается не так много времени на перемены. В 14 районах не смогли набрать достаточного количества людей на бесплатное обучение предпринимательству по программе «Бизнес-класс». Это Кайбицкий, Черемшанский, Алькеевский, Новошишминский, Мамадышский, Сабинский, что удивительно, Менделеевский, Кукморский, Буинский, Балтасинский, Пестричинский, Бавлинский, Бугульминский и Актанышский районы. Миниханов так и сказал главам этих районов. Это стыд и позор. У вас нет никакой перспективы в ваших районах. Давайте послушаем. Объемы малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте не растут, они составляют более 25%. Но она связана, конечно, и с нашими крупными проектами, но это не оправдание. У нас есть достаточно много районов, городов, где, к сожалению, кроме малого и среднего бизнеса других шансов нет. Мы должны развивать, создавать условия, чтобы малый и средний бизнес развивался. Приведу пример. Вот малый и средний бизнес, чтобы развивался, мы дали установку в создании промышленных площадок. Сегодня их 63. Это для муниципалитетов, чтобы каждый муниципалитет что-то двигался. В 10 районах у нас вообще нет промышленных площадок. Это Атнинский, Алькеевский, Апастовский, Бугульминский, Буинский, Гархеуслонский, Каевский, Мусульмовский, Тукаевский, Римшанский район. Значит, я считаю, что у нас не только не должны быть площадки, у нас их должно быть несколько в каждом муниципалитете. Вторая тема для малого и среднего бизнеса – это обучение предпринимательству, оказание поддержки. Есть у нас фабрика предпринимательства, есть азбука предпринимателей, есть проект бизнес-класс компании Google и Сбербанк и другие формы. Эти формы должны быть активно поддержаны. В то же время, не все одинаково подходят к этому вопросу, чудесные бывают, людей надо учить. Везде люди талантливые, это мы недорабатываем. Вот по программе бизнес-класс в 14 районах республики завершили обучение менее 10 человек. Это что такое? Что у вас там предпринимателей, желающих нет? Это Кайбецкий, Черемшанский, Алькеевский, Новошишминский, Мамадышский, Сабинский, Менделеевский, Кукмарский, Буинский, Болтасинский, Пестричинский, Бавлинский, Бугульминский, Танежский районы. Ну что это такое? Бугульмай, вообще город. Буинск. Мамадыш. У самих резидентов нет? Сами вообще не занимайтесь. Кто у вас будет предпринимателей? Будете искать на стороне, в первую очередь надо искать среди себя, надо помогать тем, кто есть на вашей территории. В каждой территории, в каждом муниципалитете есть достаточно предприимчивых людей. Немножко обратите внимание на эти вопросы. Вообще стыд-позор. Бесплатно такие программы делаются, и у вас никакого интереса нет. Значит, вы работать не хотите. Другого нет. Вы неспособные люди. У вас никакой перспективы на ваших территориях. Продолжение следует... Продолжение следует...